Я суперэлитный ниндзя, и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько моё имя. Насенган! Вы даже не можете проявить милосердие к своим врагам, так кто вы после этого, злодей или же добродетель? Спросил однажды Наруто на миссии у Итачи. Зло и добро – это две крайности одной и той же сущности. Впервые за историю Страны Огня, её честь, величие и гордость для всех, её центр всех достижений была втоптана в грязь молодым шиноби, который только-только получил звание Чунина, которому было всего лишь 13 лет. Узумаки Наруто, тот кто практически полностью уничтожил Каноху и только лишь её окраины, остались целыми. В центре же был огромный кратер, а середина деревни была объята огнём тёмно-фиолетового цвета. Огонь распространялся по деревне в виде тёмного круга, что уже подходил и к окраинам деревни, и в частности к высокой стене, что защищало поселение. Этот огонь выжигал всё на своём пути, не щадя никого. Но неожиданно юндаями Хокаги Мината Намикадзе появляется за пределами деревни рядом с главными воротами. Сложив неимоверно быстро печати, и сзади него один за другим появляются ничего не понимающие люди из шиноби. А спустя пару минут за спиной Хокаги стояли все. Дети, старики, женщины и мужчины шиноби. Он переместил за одно мгновение всех жителей деревни. Медленно повернувшись, Мината увидел, что никто не пострадал. Улыбнувшись жителям деревни, в которой читалась сильная усталость и грусть, он стал медленно падать на землю с мыслями о том, что он смог. Смог защитить хоть и не деревню, но её жителей. И это самое важное для Хокаги – защитить всех жителей деревни, ценуя собственной жизни. Хокаги! Хокаги сама! Подорвался один шиноби, подбежав к телу Мината, на лицо которой падали капли дождя. Он всех нас защитил! Лишь благодаря нему мы все целы! Он спас нас! Он жив! Подорвался ещё один шиноби. Все кружили тело Хокаги, молясь за его здоровье. Каноха пала вместе с её самым сильным шиноби. Крыши над домом больше нет. И нет больше того, кто сможет защитить простых жителей. Лишь Джоунины да Чоунины смогут. Теперь они сами по себе. Провиант весь уничтожен. Нет еды, воды и медикаментов для некоторых раненых людей. Не паниковать! Всем Джоунинам и Анбу поделиться на две группы. Встать на защиту париметра размером в 2 километра. Будете дежурить по очереди, сменяя друг друга. Капитанам первой группы назначаю Шисуи. Капитанам второй и Тачи. Всем Чоунинам и Генинам отправиться на поиски материалов для постройки временных сооружений. Начать строить защитные сооружения, а также сбор провианта. Первым делом вода и укрытие, а потом пища. Рин, ты возглавь всех ирянинов, отдавай им те приказы, которые посчитаешь нужным. А также собрать немедленно совет глав кланов и собрать разведывательный отряд на поиски Джирайи и Цунаде. Передать Шигаку Сану, чтобы подошел ко мне и помог разработать наилучший план действий. Нет. Я знаю, как найти Джирайю. Ами, подойди сюда. Немедленно. Начинайте работать живо. Живо. Все за работу. А также передать пограничным войскам, чтобы усилили слежку за границей Страны Огня. Ами, немедленно подойди ко мне. Начал с серьезным тоном отдавать всем приказы Какаши. И на удивление никто не смел ему перечить. Все знали, что он ученик четвертого Хакаги. К слову о Хакаге. Его сразу же увели. Резкое и сильное истощение чакры ударило по его организму. Не самым лучшим образом. И чаще всего, когда такое происходит, Шиноби погибает. Шансы на поправку уничтожены малы. Тело Минато за одну секунду стало выглядеть так, словно на кости натянули кожу. Щеки, глаза сильно впали вовнутрь тела. Все молчали и не знали, что делать. Были слышны слезы и крики о том, что все потеряно. Все жители деревни и даже ее Шиноби очались, как никогда раньше. Тьма и страх наполнила сердца этих бедных людей. Женщины и детей. Никто не знал, что делать им в такой ситуации. Когда тебя, по сути, выгнали из твоей деревни. Из твоего же дома. А в нем творится самый, что ни на есть, хаос. Какаши смотрел на лица людей, что были переполнены страхом и отчаянием. И на секунду, даже ему стало страшно. Нет, не за Каноху или ее жителей, а за себя. В такие моменты, как и говорил Наруто, когда человеку страшно, он ни о ком не думает, кроме себя. Он постарается выжить, даже если придется пожертвовать другими. Какаши! Какаши! Воскрикнула Рин, вытаскивая какаши из раздумий. Раз уж взял на себя роль главного, не смей показывать людям страх и панику. Ты должен стать примером для всех. Пройти все трудности с высоко поднятой головой. Помни об этом. Наш сенсей пожертвовал собой ради всех. И ты будешь обязан поступить так. Посмотри на Ами и Менму. Они сейчас не в духе. И это мягко было сказано. Ами смотрела на протяжении всего этого времени на тело отца. Она не моргала, не дышала, а в ее глазах застыл страх. А слезы так и шли ручьем, не переставая. Она приобняла свои колени. И покачиваясь из стороны в сторону, шепча одно и то же слово на протяжении всего этого времени. «Все будет хорошо. Скоро все наладится. Наруто вернется. Он вернется, он простит нас. И все будет хорошо. Скоро все наладится». Говорила все это уже по сотому кругу она. Менма же был чуть более сильным. Но даже так разрушенная деревня, полуживой отец, сильно ударили по нему. Он просто облокотился на дерево и молча следил за всеми. По крайней мере, это так выглядело. Но его мысли пожирали его изнутри. Он испытывал самые противоречивые чувства. Он был зол на Наруто за то, что он натворил. Но ему также было жаль его. «Брат, мне никогда не понять тебя и твоих чувств. Я всегда рос в достатке и в любви, а ты рос в цепях ненависти и отчаяния». Джирайя Сенсей говорил мне однажды, что понять людей можно лишь пролив те же слезы, что и они. Но мне этого не дано. Я никогда не почувствую на себе очереду бесконечных пыток и оскорблений. Мне никогда не почувствовать ту же боль, что и ты. Никогда. Но что бы ни произошло с тобой, знай, я не собираюсь отказываться от наших с тобой братских уз. Ты мой брат. И моя обязанность – это вернуть тебя в Каноху, спасти от этой боли, спасти от саморазрушения, даже ценой собственной жизни. Хватит! Ты настрадался. Теперь моя очередь страдать за тебя. Ты мой брат, и это уже ничего не изменит. Нас с тобой связывают братские узы. Черт. Дал слабину Минма. Пока я жил в любви и тепле, ты мучился за нас обоих. Как я могу искупить перед тобой вину, брат? Как же я чувствую себя паршиво? Почему? Почему вся боль досталась тебе? Почему выбрали именно тебя? Если бы... Если бы такая возможность была бы. Я бы взял всю твою боль на себя. Ты заплатил слишком высокую цену за мое счастье, Наруто. Вся любовь досталась мне, черт. Я даже уже повторяюсь по несколько раз. Ах! Минма ударил рукой по дереву, а другой рукой прикрыл глаза, пытаясь скрыть слезы. Я не понимаю. Не понимаю, что мне делать. Как мне дальше быть? Каким же я был глупцом, не видя всей той боли, что пронизываю твое тело и сердце. Думаю, что ты строишь из себя всего такого обиженного на мир. Почему? Почему я дрался с тобой в детстве? Зачем? Ай, зачем? Я уже ненавижу себя, прошлого. За такие отвратительные характеры, которые я проявлял. Я был тем еще напыщенным мандюком. Почему не подошел к тебе? Не обнял крепко, сказав, пойдем вместе погуляем или еще что-то вроде этого. С самого детства ты был изгоем общества, и даже когда я повзрослел, я оставался слепым глупцом, виня себя во всех ссорах наших родителей. Даже так я не хотел делить с тобой их любовь. Так получается, я винил тебя в твоей чрезмерной жестокости. Но как же я не понимал, что не ты, не ты первым был жесток к людям, а они к тебе. Они виноваты, в том числе сейчас, в том, что сейчас происходит. Они породили своих же демонов и теперь смеют жаловаться? Да как они вообще смеют это делать? Они, они, поубавил чуть свой пыл Менма. Они виноваты в том, что наша семья распалась. Эти люди жестоки. Вся жестокость людей была собрана в одном человеке, в моем брате. Вся боль, вся обида, вся ненависть, все нескончаемые злобы были собраны в моем старшем брате. И он же ее впитывал и теперь держит внутри своего сердца. Наруто, если бы в тот день выбрали меня, как бы сильно поменялись наши судьбы? Я бы был таким же, как и ты, а ты таким же, как и я. Поменялись бы мы судьбы, а? Справился ли бы я со всей этой болью? Нет. Как отец сказал, я был слаб при рождении, и я это признаю по праву. Я не так силен, как ты, Наруто. Мне до тебя далеко. Я не знаю, каким образом ты смог прожить все эти 13 лет. Я бы давно наложил на себя руки. Я признаю, Наруто, я слаб. Но даже так, даже так, брат, я согласен взять хотя бы половину всей той боли и обиды на себя. Я согласен разделить все то, что и ты переживаешь, брат. Менма оттолкнулся спиной от дерева и медленно, не спеша, пожаловал к своей сестре. Он стоял у нее за спиной. Тело их отца уже давно отвезли в другое место. И там сейчас собрались все ильянины. Менма аккуратно положил свою руку на плечо своей сестры и прошептал. Ами, я не сдамся. Я клянусь тебе и даю обещание, что верну Наруто в деревню. Я не позволю ему упасть в пучину хаоса. Я прыгну за ним хоть сам в ад, хоть в жерло вулкана, но я верну своего брата в деревню. Я ни за что не откажусь от своих слов. Я не откажусь от уз связывающих нас. Я даю тебе слово, мы будем жить вместе, как одна большая любящая семья. Ами медленно повернула голову к своему брату. В ее глазах можно было прочесть только надежд к брату. Ее глаза еще сильнее намокли. Она встала на ноги и Менма заключил свою сестру в объятия. Она стала рыдать так громко. И было тяжело разобрать, что она говорит. Ты обещаешь мне? Обещаешь вернуть Наруто в деревню? Обещаешь вернуть те старые деньки, когда мы все были счастливы? Ты обещаешь вернуть мне моего Наруто? Обещай мне! Изами в буквальном смысле вываливались эмоции. Обещаю, сказал Менма, смотря уже на звездное ясное ночное небо, где падали бесчисленное количество маленьких звезд. И над всем этим возвышалась луна, что уже подходила к своему пику, когда луна становится кроваво-красной. После слов любимого брата, Амми вжалась лицом в грудь Менмы и стала рыдать еще громче, а он успокаивал ее, нежно поглаживая по спине. Брат, где ты сейчас? О нас ли ты думаешь? О чем ты сейчас вообще думаешь? Что ты делаешь? Прошу, просто подожди меня. Когда я стану таким же сильным, как и ты, я верну тебя в Каноху. Хоть силой, хоть ценой собственной жизни, ведь я обязан тебе своей жизнью. Закончил свою мысль младший брат Наруто. Сам же Наруто все это время бежал. Бежал, что есть силы. Но они покидали его, а на ее место приходила боль. Как физическая, так и моральная. Дыхание становилось все тяжелее и тяжелее, пытаясь набрать как можно больше воздуха. Наруто делал себе лишь больнее, так как глоток воздуха словно разрывал его легкие. И вот Узумаки теряет контроль над своим телом, и он промахивается, падая на землю с большой высоты. Он упал на землю с сильным грохотом. Сила удара была такой большой, что после того, когда его тело соприкасалось с землей, его подкинули на воздух еще раз, и он еще раз упал, ломая грудную клетку. А вместе с этим изо рта Наруто хлынуло большое количество крови. Боль была невыносимой, и она распространялась крайне быстро по всему телу Узумаки. Но не был бы Узумаки, если бы не попробовал встать из последних сил, оперевшись на предплечье и сжав кулаки. Мне ужасно больно. Грудь горит огнем, а сердце разрывается от боли. Почему? Почему я все еще вижу их лица? Ведь я так сильно ненавижу их. Но они все равно встают передо мною. Да что вам еще от меня надо? Закричал Наруто, наконец-то встав на колени и мотая головой туда-сюда. Но никого не было рядом. Почему? Почему вы за мной гоняетесь? Что вам от меня надо? Вы и так отняли все, что у меня было. Теперь хотите забрать и мою жизнь? Да подавитесь! Я не собираюсь жить в этом холодном, безразличном мире. Ха-ха-ха. Вы думаете? Вы думаете, что я сдался, да? А хотя... Черт, что я несу? А-а-а-а! Закричал от боли Наруто, сжимая землю в кулаке. Но неожиданно его подвеска и подвеска Ами вываливаются наружу. Он аккуратно снял ее с шеи и скрепил две половинки вместе и стал таращиться на нее. Мой отец. Моя девушка. Деревня. Это все. Это все больше не имеет значения. Они действительно предали меня. Все. Папа. Даже ты отказался понять меня и мои чувства. Даже ты. Я не хочу жить. У меня даже нет сил, чтобы всем им отомстить. Я хочу умереть здесь. Тихо и никого не трогая. Оставаясь самим собой хотя бы в последнюю секунду. Сказал Наруто, сидя, облокотившись на дерево. И смотря на прекрасное звездное небо. Как красиво. Сказал Наруто тихим и словно предсмертным голосом. В его темных глазах отображался свет от ярких звезд. Но его взгляд стал мутнеть и мутнеть. Выглядело это так, словно он испускает последний дух. На краю сознания, но крайне неотчетливо, словно где-то там далеко, он услышал чей-то нежный шепот. Не было понятно чей-то голос. Не то женский, не то мужской. Он был и таким, и таким одновременно. Твое время еще не пришло, Наруто. Мы будем наблюдать за тобой. Но за твою смерть мы возьмем плату. Наруто дернулся так резко и так неожиданно, что он даже напугал сам себя. Его глаза были расширены до невозможности, и он стал вертеть головой в поисках того неизвестного голоса. Кто это? Что вам от меня надо? Почему вы не дали мне умереть? Зачем я... Зачем я вам сдался? Почему все от меня что-то хотят? Просто дайте мне надежду на лучший мир после смерти! Стал рыдать Наруто от всех этих нестерпимых страданий и бесконечной агонии боли на сердце. Многие чувствуют эту непонятную легкую боль на сердце, когда тебя обижают. Но спустя час бывает, что она уже проходит, и тебе кажется, что уже не так уж и плохо. Но у Зумаки это было совершенно другой уровень боли. Сотни тысяч раскаленных иголок пронзали сердце, из-за чего бывало и такое, что у покинувшего Каноху Наруто перебивало дыхание. А этот противный ком в горле делал только лишь хуже. Просто дайте мне спокойно умереть. Это единственное, что я хочу. Верить, что хотя бы там мои мечты и надежды сбудутся. Начать все сначала. Но неожиданно раздался голос из глубины, что ударил эхом по голове. Дружище, смерть это конец. И больше ничего. Никакого нового начала. Неважно, сколько ты делал или делаешь. Если ты чего-то при жизни не смог, то и после смерти ты это тоже не сможешь. Послышался голос Курамы, что с теплотой отвечал ему. Ему было тоже больно, ведь вероятнее всего он единственный. То хоть сколечки, понимал Наруто. Хвостатый чувствует все то же, что и джинчурики. И ты туда же. Вам все виднее, смотрю как мне поступить, да? Один говорит, не мсти, это плохо. Другой говорит, прости нас, мы справимся. Ты говоришь, что смерть это не выход. Но вам всем нет до меня дела. Вы все ищите выгоду во мне. Вам всем наплевать на меня. Вы все отвратительны. Сам этот мир. Весь этот мир. Обманщиков. Это именно то, что заставляет чувствовать отчаяние. Устоявшиеся правила этого мира. Не изменить. Этот мир рано или поздно захлебнется в собственной крови. Люди будут продолжать устраивать бойню друг с другом. Мир никогда не наступит. Если же он и будет, то только лишь временным. А потом все начнется по новой. С еще большей жестокостью. Сказал все это Наруто. С холодным и безжизненным голосом. Но немного с эмоцией. Таким уставшим и отчаявшимся голосом. Хотя, Курама, прости, конечно. Но ты бы мог мне сказать правду намного, намного раньше. Но ты этого не сделал и тоже обманывал. Поэтому я и тебя ненавижу. Нет чего-то, чего бы я не ненавидел. Но есть то, что меня интересует больше всего. Сказал Наруто, смотря на правую руку, на которой была свежая рана в виде закрученной спирали. Что была по всей руке. Словно три змеи обвились вокруг руки Наруто. Рана никак не заживает. Даже тьма не может вылечить ее. И не твоя чакра, Курама. И второе. Сказал Наруто, смотря уже на ладонь. И на его руке появилась темная, плотная материя тьмы, что стала немного вырастать. И потихоньку приобретать очертания катаны. А спустя еще пару секунд, клинок стал приобретать нежно-холодноватый цвет. И второе. Это этот клинок. Ваша вторая способность пробудилась. Сказал до более знакомый голос. Он принадлежал внутреннему демону. Наруто. Имя ему Ями. Греховно-демонические клинки. Имя этой катани Ямато. Перейдем сразу же к способностям. Их много. Первое. Пока вы держите эту катан в руке, вы намного лучше начнете управлять тьмой. Она станет более подконтрольной вам. Вы сможете также управлять собой в режиме демона. Но чем больше вы используете силу демонической метки, тем сложнее вам будет ей управлять. Даже с помощью клинка он постоянно автоматически будет высасывать из силы тьмы. Но взамен дает контроль над ним. В общем, он выступает неким проводником. Его лезвие пока что тупое. Но чем больше вы убьете им своих врагов, тем острее его лезвие, тем крепче он. Хотя если лезвие сломается, то при следующем призыве оно полностью вернется в прежний вид. Клинок Ямато идеально подходит для того, чтобы выдерживать всю мощь у вашей техники райтона. Это еще не все. Клинок может превращаться в любой вид оружия. Лук, коса, щит. Внешность ограничивается лишь вашим воображением. Также ваш клинок развивается вместе с вами. Вы сильны, и он сильный. Все потому, что теперь я наконец-то получил материальное тело. Я сижу внутри него. И еще вы можете скопировать любую уникальную способность других вещей, коснувшись ее. Если, допустим, коснетесь клинка Арачимару под названием Кусанаги, то и ваш клинок научится удлиняться. Это пока что все, что мне известно. Кто знает, как я смогу развиться в форме клинка? Может что-то еще добавится? И кстати, Наруто Сама. Вы пробудили еще один грех. Грех Лени. Но, к сожалению, эта сила оказалась крайне неэффективной, на мой взгляд. Хотя я еще не уверен. Я могу сказать лишь одно. Причина вашей боли связана с сильными эмоциональными срывами. И то, что вы пробудили вторую способность грехов на демонических цепей. И сверху к тому же грех Лени. Кстати, плата за грех Лени отсутствует, и это настораживает. Если вкратце о ее способностях, то она поглощает заданную вами силу тьмы. А взамен увеличивает базовые характеристики. Такие как восприятие, реакция, регенерация и сила, ловкость и сенсорные способности. На 7 минут. Попросили вы поглотить 5% силы тьмы? 7 минут и все. Эти 5% больше не вернутся обратно. Все, что вы копили, убивая людей, окажется напрасным и придется заново копить. Действительно, оно кажется крайне неэффективной. Скорее всего, я ее никогда не буду использовать. Хорошо, что хотя бы не пришлось платить, как это было с грехом похоти. Хотя знаешь, что яме... Мы ведь знаем, сколько оно дает силы. Такая примитивная способность может вполне оказаться самой эффективной. Просто увеличить силу в 2 раза, а то и в 3 или в 10. Что ж, я попробую отдать сразу 50% своей силы тьмы, сказал с уверенностью Наруто. И в следующее мгновение его грудь стала покрываться темной аурой в виде татуировок. Не глупите, хозяин, это может оказаться и вовсе опасным. Я даже не знаю, какой у него побочный эффект после применения. Без разницы. Сила это все, что мне нужно. Грехов на демонические цепи. Ступень 6. Грехов на демонические цепи. Неожиданно вся темная материя исчезла с тела Наруто. А его цвет кожи стал сильно краснеть. Вены стали сильно набухать и появились сильные очертания мускулатуры. Даже на лице Наруто появились вены. Это значило лишь одно. Повышение давления в организме Наруто. Из глаз и носа пошла кровь. Эта сила бьет по голове, словно я в тумане. Черт, надо быстрее проверить, на что я способен. Наруто делает рывок такой силы, что земля пошла по трещинам. Деревья разлетелись в разные стороны от ударной волны сжатого воздуха. За секунду он преодолел большое расстояние. Впереди он увидел обрыв. Наруто пытался тормозить как мог. Он вылетал в деревья и даже они не могли хоть как-то снизить его скорость. И тогда он решил, что лучше уже набрать скорость и попробовать перепрыгнуть этот большой обрыв. Сантиметр до обрыва и Наруто отпрыгивает от края, отламывая большой пласт земли. Он взлетел в воздух и действительно он перепрыгнул просто гигантский обрыв и приземлился прямо в сантиметре от края, но уже на другой стороне. Наруто открыл глаза, так как от страха во время прыжка он их закрыл. Посмотрев на свое предплечье и ладонь, он стал замечать, что из него стал обильно выходить пар. «Это слишком слабо для... Черт! Я в форме демона намного могу быть сильнее! Твою мать! Мне нужны силы, а не эти жалкие отгрызки, непонятные для чего, и к тому же я даже... Тук-тук!» Наруто услышал, как его сердце сильно застучало, и его пронзила сильная боль. Он сразу же схватился за грудь. От боли он потерял равновесие и стал падать на спину, а сзади него был обрыв. «Черт! Неужели я так глупо умру?» – подумал Наруто, падая в бездну. Продолжение следует. А с вами был, как всегда, Ганзи. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Еще услышимся! Продолжение следует...